Я приветствую вас, друзья! Очень рад сегодня поделиться Словом Божьим с вами, дорогие телезрители. В исходе 20 главе написано, одна из заповедей Господней. Не делай себе кумира, не допускай какого-либо идола в своем сердце. Бог очень ревностно относится к нашим отношениям с Ним. Он не хочет, чтобы мы еще кому-либо поклонялись в этой жизни, потому что если мы поклоняемся творению, мы тем самым ущемляем роль Творца. Он создатель наш, Он образовал нас в утробе матери, и мы должны никогда не забывать, кто есть кто в этой жизни. Поэтому сегодня я хочу очень говорить о важных вещах. Откройте свое сердце, слушайте Божье Слово, и пусть Дух Святой совершает свою работу перемен внутри вас. Региональный партнер служения Кеннета Кокленда, Джойс Майер, Рика Реннера в городе Днепропетровске, Христианская церковь «Дверь в небо», служение Юрия Коновалова приглашает вас посетить богослужение, которое проходит каждое воскресенье в здании Речпорта, конференц-зал 11.00 и ДК «Шинник» 17.00. Пусть Бог благословит вас! И когда Иисус вошел в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он, Иисус, спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» «Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два безноватые, вышедшие из гробов. Видимо, у них тоже были гробки. Весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас? Вдали же от них послось большое стадо свиней, и бесы просили Его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И Он сказал им, «Идите!» И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и приплыл в свой город. Тема моей проповеди называется, «Великое волнение предшествует великим чудесам». «Великое волнение предшествует великим чудесам». В этом месте Писания, друзья, мы можем увидеть реальность духовных сражений, царства тьмы за свои пределы и территории, с царством света, которое, проникая, вытесняет и устанавливает свой порядок, какими злыми не были бы те духи, которые какое-то время контролировали определенную территорию. Иисус – это та личность, которая очень хочет помочь абсолютно каждому человеку на земле, каждому городу, каждой стране, каждому персонально, каждой семье, каждому человеку, который имеет проблемы. Иисус пришел бы даже ради одного человека, если бы он был здесь на земле и нуждался в его помощи. Но Библия говорит, что Иисус пришел ради всего мира, ради всего человечества, чтобы помочь тем, которые были обречены на смерть и проклятие. Посмотрите, друзья, мы видим, что Иисус решил переправиться через море. Мы иногда думаем, что они просто плыли на двухвеселенном таком суденышке. Нет, это был огромный корабль, примерно 20 пассажиров. И волны, которые били в этот корабль, они были настолько большими и высокими, что даже опытные моряки, рыболовы испугались и просили о помощи Иисуса Христа, который, кстати, в это время находился в полном штиле, спя на корме этой лодки. Друзья мои, я слышал много разных версий того, что происходило здесь. И я, честно говоря, придерживаюсь той мысли, которую я услышал однажды в проповеди апостола Рика Рейнера, который говорил, что эти волны были созданы с помощью силы природы, сил природы, только лишь благодаря сверхъестественному демоническому влиянию. Демоническое влияние, и дьявол предчувствовал, что в этот раз Иисус, переправившись через Генесаретское озеро, Он сможет освободить одержимых легионом бесов людей. Поэтому сатана, предчувствуя ход таких событий, он всячески старался и препятствовал Иисусу и его команде доплыть на другую сторону этого моря. Друзья мои, посмотрите, когда мы взываем к Богу о помощи, Он решает корень наших проблем, потому что волна это всего лишь следствие того, что дует ветер и поднимает эту волну. И когда Иисус встал, Он сказал, маловеры, вы боязливы, почему вы боитесь? Если у вас есть сегодня в сердце тот же самый великий и всемогущий Бог, то с именем этого Бога можно запретить любому ветру поднимать волны, бьющие в корму нашего корабля жизни. Маловеры, то есть причина была в том, что обладая именем Господа, эти люди просто испугались. Как часто боимся мы, когда очередная волна бьет в корабль нашей жизни, и мы уже готовы кричать по лундра и выпрыгивать с корабля в надежде, что доплывем до берега, как-нибудь не утонем. Я скажу тебе, никогда не оставляй ковчег спасения. Бог привел тебя в церковь, Он определил тебя для великой судьбы, и если ты внутри корабля, ты останешься живой. Если ты выпрыгнешь, если ты сойдешь с колеи, если ты один на один будешь в этом ужасном состоянии, то бури тебя покроют, и мы просто будем очень сожалеть, что ты не доплыл с нами на другую сторону вечности. Чем больше чудеса ожидают твою жизнь, тем больше будет противостояние со стороны царства тьмы. И это закономерно, друзья. Это практически очень объяснимо. Дьявол не хочет допустить пробуждение, поэтому ему ничего не остается, как попытаться нас испугать, запугать, оклеветать, сделать еще какие-то гадкие свои штучки. И ничего нового нету под солнцем. Как Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, так и дьявол вчера, сегодня и вовеки тот же. И если это он делал со стороны, в сторону Иисуса, если он это делал в сторону первоапостольской церкви, мы очень как бы научены в Библии, что то же самое может происходить и с нами. Поэтому мы не страшимся, мы радуемся, мы смотрим с великим оптилизмом вперед, и мы знаем, что тот, кто в нас, он больше того, кто против. Когда Иисус приходит, он ни с кем не церемонится, бесов изгоняет, болезни исцеляет, мертвых воскрешает, и Царство Божье утверждает туда, куда он приходит. Амин. Когда они поняли, что уже дело пахнет керосином, они начали проситься, Иисус, выгони нас, ну хотя бы в свиней, потому что рядом паслось огромное стадо свиней. И пастухи, которые были заняты этим делом, они стали реально свидетелями того, что произошло. Бесы, это невидимые силы, духи, вышли из этих двух одержимых людей и вошли в целое стадо свиней, которые с великой скоростью начали направляться в сторону этого моря и прыгнули со скалы и утонули. Вы знаете, это хорошо показывает то, что дьявол хочет сделать в человеке или в животном, в котором поселяются бесы. Дьявол хочет смерти, дьявол хочет привести в отчаяние и на самом интересном разорвать жизнь человека, приведя его к смерти безумной, бесславной и отчаянной. Друзья мои, слава Господу, что когда приходит Иисус, Он выгоняет дух смерти из нас. И посмотрите, это стадо, оно бросилось в море, естественно, утонуло, но самое ужасное, на мой взгляд, это то, что произошло после того, как пастухи, 33 стих, побежали в город, рассказали всем об этом, что было со свиньями и что было с бесноватыми, потому что с бесноватыми, друзья, было как раз все очень хорошо. Они как бы очнулись и они просто начали на глазах меняться, потому что, когда дьявол уходит из жизни одержимого человека, этот человек становится совершенно нормальным после освобождения. И посмотрите, что произошло. Произошло то, что когда пастухи побежали в город и рассказали все о том, что они видели и слышали, 34 стих, весь город, подумайте, весь город вышел навстречу Иисусу. И вместо того, чтобы пригласить Его, они сказали, начали просить «Отойди от пределов нашего города». Для меня это является большим подтверждением, что Иисус никогда насильственно не приходит ни в одну страну, ни в один город, ни в одну семью, ни в одну жизнь. Иисус поступил как самый лучший джентльмен. Он выслушал просьбу этих людей, потому что он видел, что это желание всего города. И 9 глава, 1 стих, «Он вошел опять в лодку и переправился обратно и прибыл в свой город». Иисус, Днепропетровск это твой город. Днепропетровск всегда приглашает тебя быть Богом этого города. И от имени всего города, Иисус, мы заявляем тебе, что ты всегда можешь приходить и быть здесь, потому что только твое имя дорого нам во имя Иисуса. Амин. Когда Иисус хотел войти в Иерусалим, ему нужна была команда учеников, которые могли выровнять кривизны и устроить путь Господу. Сегодня ты и я занимаемся тем же самым. Мы приготовляем дорогу Иисусу Христу. И когда мы приготовляем дорогу, я скажу вам совершенно закономерно, что царство тьмы будет противиться этому. И эти бесы, которые там на гробках, они чувствовали себя как дома, они сыграли свою, к сожалению, ключевую роль. И весь город, он противился Иисусу. Но я скажу вам точно так, как дьявол отстаивал свои позиции, точно так мы должны понимать, что все доброе, все лучшее, что Господь желает воплотить в нашей жизни, оно всегда будет испытывать сопротивление. Однозначно, при любых обстоятельствах. Иисус говорил это, не скрывая своим ученикам, он говорил, что блаженны вы, когда вас носители этого царства будут поносить, гнать, всячески неправедно злословить за меня. И Библия говорит, что всякий желающий жить благочестиво, только пожелал, только лишь помыслил жить праведно и свято, он будет гоним. Желающие прославить Господа будут сталкиваться с тем, что их будет незаслуженно, несправедливо, поносить, клеветать, говорить разные гадости в их сторону. Иисус говорит, не смотрите на все это, просто радуйтесь и веселитесь, ибо великая награда ждет вас на небесах. Слава тебе, Господи. И написано, так гнали и пророков, бывших прежде вас. То есть мы ничего нового не сделали, друзья. Мы всего лишь повторяем историю, когда тьма противится свету, а свет выгоняет противящуюся тьму. Евангелие от Иоанна 1 глава с 9 по 14 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Посмотрите, друзья, был свет истины, говорит пророк евангелист Иоанн, был настоящий свет, не какой-нибудь там грязный фонарик, но это был прожектор любви, святости, чистоты, он был совершенен во всех своих путях, он был тот, которому действительно невозможно с позиции человеческой логики придраться. Казалось бы, ну как можно придраться к солнцу? Оно светит, оно греет, оно является источником всего, что здесь происходит, там деревья растут, цветы растут, потому что греет солнце, да? Но оказывается есть люди, которые в этом солнце могут найти еще какие-то знаете, эти темные пятна. Ну ладно, это солнце, но когда Иисус был на этой земле, Он был воплощением совершенства, истиной в последней инстанции. И вместо того, чтобы сказать Иисус, как чудесно, что Ты пришел, как прекрасно, что Ты посетил эту землю, в которой люди умирают от греха. Люди не приняли его. Пришел к своим, к погибшим овцам дома Израилева, но эти погибшие овцы дома Израилева, они его распили, убили, оклеветали и пригвоздили на крест. Люди, которые Иисуса распили, не найдя в нем настоящего, ну вот, истинного света, хотя он был этим светом. Они сегодня к нам могут выдвигать тысячи разных претензий. Иоанна 3 глава, друзья, с 19 стиха. Здесь написано, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили что? Тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Посмотрите, свет пришел в мир, но люди не захотели принять его, ни потому что что-то было плохо в Иисусе, наоборот, в нем было совершенство во всем, но их сердца, их злые сердца, они сделали свою работу, они оттолкнули людей от света, но всякий верующий в него не погибнет, амэн, всякий, кто отдал свое сердце живому спасителю, он по-настоящему будет спасен, и в этой жизни земной, и в вечности. Второе Коринфянам шестая глава, но всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, и в бедствиях, и в нуждах, и в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе святом и в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и в бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но мы живы. Это тоже сегодня послание к нашу жизнь, что должно укрепить тебя навсегда. Тьма, она всегда будет противиться, лгать, клеветать, пытаться противостоять. Эти волны, которые дьявол поднимает и пытается раскачать корабль твоей жизни, это нормальное явление. Большие волнения предшествуют большим чудесам. Дьявол не перестал быть клеветником братьев наших, клевещущих на них день и ночь. Почерк сатаны очень понятен и ясен, потому что ничего нового он не придумал, ничего нового он не изобрел, он действует по старым шаблонам. И если ты знаешь Божье Слово, ты никогда не будешь удивляться, потому что нет ничего нового под солнцем. Вы знаете, я всегда придерживаюсь одной очень важной такой жизненной позиции. Она заключается в том, что однажды Господь мне просто сказал в сердце, живи так, чтобы когда люди будут говорить о тебе неправду, чтобы просто им не верили. Бог сегодня стоит на стороне людей святых и чистых и Писание говорит, пусть нечестивый творит нечестие еще, но праведный пусть творит правду еще и святой освящается еще. Это то, что сегодня Бог дает нам. Мы сегодня на самом деле должны быть благодарны Господу, что сегодня мы не в числе тех, кто там во гробах ходят с бесами, с перегарами и сразу понятно, что Богом там и не пахнет, потому что Бог есть Бог живой. Он не Бог мертвых, Он Бог живых. Он сегодня оживил тебя и меня, наши жизни. Он сегодня оживил, потому что Он хочет оживить целый город, целую страну, целое общество, которое сегодня просто издыхает. И Библия говорит, что всякое творение мучается и хочет услышать откровение сынов Божьих. Оно хочет услышать, что Бог их любит, что Бог не хочет, чтобы они пошли в ад. Бог сегодня хочет достучаться до сердец людей, живущих на этой земле. И вы знаете, мы сегодня проводники этого царства. Мы сегодня проводники этой славы. И я просто знаю, друзья, что нас никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не остановит в нашей мечте. Мы будем бесов изгонять, мы будем дьявола гнать отсюда и утверждать Иисуса Христа единственного Бога в этом городе, в этой стране во имя Иисуса. Упала слеза на горячий песок И кровь на ланитах застыла. Полдневное солнце, Как красный цветок Казалось, Зените застывал. Гремели доспехи, Звенели мечи, Блестели на солнце Палящее. И громко смеялись, Проняясь в палачхи, На танцем, На древе висящих. Так только мог Всемогущий отец Отдать На заклание Сына. Такая любовь Для солнцких Сердец Поистину Непостижима. Жива Ибо так Возлюбил Бог Мир, Что Ограл Сына Своего Единородного, Дабы Всякий Верующий Него Не погиб, Но имел Жизнь Вечную. Когда он любил Не любили его Когда он прощал Проклинали Возмездие за зло Не воздав никому И тем, кто его Распинали За все Человечество Кровь Пролила Ценой Бесконечно Бесценной Голгофа Над грешной Землей Поднялась И сделалась Центром Вселенной Упала слеза На горячий песок И кровь на ламитах Застыла Субтитры создавал DimaTorzok Региональный партнер служения Кеннета Кокленда, Джойс Майер, Рика Реннера в городе Днепропетровске, Христианская церковь «Дверь в небо», служение Юрия Коновалова приглашает вас посетить богослужение, которое проходит каждое воскресенье в здании Ричпорта, конференц-зал 11.00 и ДК «Шинник» 17.00. Пусть Бог благословит вас! Пусть Бог благословит вас! Пусть Бог благословит вас!